Здравствуйте, с вами снова Хитсад ТВ. И сегодня мой видео обзор посвящен тому, как правильно посадить тюльпаны. Я поделюсь с вами своими маленькими секретиками. Итак, вы решили посадить тюльпаны, что же вам для этого потребуется? Луковицы тюльпаны, сейчас их продают в достаточном количестве во всех садовых центрах. При выборе обязательно обратите внимание на луковицы, они должны быть не иметь внешних повреждений, не быть покрыты плесенью, и донца у них должно быть сухое. Это вот важный момент, на что вы обратите должны, когда покупаете. Дальше вам потребуется обязательно Максим или другой любой препарат для того, чтобы обработать луковицы. Можно также использовать просто крепкий раствор марганцовки, если у вас нет возможности купить специализированного препарата. А дальше мои фирменные наполнители, горчичный порошок и черный перец. Я вам объясню потом при посадке, зачем они нужны. Мы не будем с вами готовить сухо из луковиц, но вот эти вот продукты нам понадобятся. И, конечно же, песок. Ну, приступим. Прежде чем посадить луковицы в грунт, мы должны обработать. Мы берем Максим или марганцовку. Смотрите, что у вас есть под рукой. Здесь 2 миллилитра рассчитаны на 1 литр воды, не ведро с дозатором, то есть у меня пометка есть где литр воды. Дальше мы разводим Максим по инструкции. Он такой ярко-красный, его сразу видно. Хорошо перемешиваем. Далее я высыпаю сюда луковицы и замачиваем ровно на 1 час. Можно здесь по инструкции написано 30 минут, но я думаю, что час отходит лучше. Мы извлекаем наши луковицы. Есть специальные приспособления для посадки луковичной. Они очень удобны, но я вот никак все не приобрету. У меня вот простой инструмент. Я выкапываю ямку глубиной. Если просто сказать, то обязательно должно уместиться 3 таких луковицы в длину. Это получается где-то сантиметров 10-15. Но у меня крупная луковица, значит у меня точно получается 15 сантиметров. Как я уже сказала, обратите внимание, что луковица у вас была плотная, не мятая, не имела никаких повреждений и донца была сухая. Я хочу, чтобы у меня тюльпаны росли вот такой хорошей клумбочкой. Поэтому я делаю достаточно такую большую полянку. Лучшее время посадки для тюльпанов это конец сентября, начало октября. Но могу сказать, смотрите, конечно, ориентируйтесь на погоду. Если у вас северный регион, то, конечно, мы сажаем чуть раньше. В средней полосе мы сажаем конец сентября. Это самое удачное время для посадки тюльпанов. Лучше выбрать место, где не будет застоя воды. То есть участок под посадку имел бы небольшой склон. Это было бы, конечно, в идеале. Итак, я вырвала ямку глубиной более 15 сантиметров. На дно ямки я высыпаю песок. Слои 2-3 сантиметра. Песок у меня влажный, у меня буквально вчера шел дождь. Песок влажный. Дальше я вот так разравниваю, делаю красивую такую подложку. Я хочу, чтобы они у меня росли клумбочкой, поэтому расстояние я делаю между ними незначительное. Смотрите, донцем вниз, пипочкой наружу, мы расставляем вот так тюльпаны. Я хочу, чтобы они у меня росли вот таким букетиком. У меня их здесь 5 штук, поэтому я вот так расставляю их по кругу. Слегка прижимаю в песок. А теперь фирменный рецепт. Дело в том, что мыши очень любят сортовые тюльпаны. Просто безумно. Обожаю. И очень любят сортовые ирисы, лилии и все что угодно. Все любые луковичные. Вот чтобы у меня луковицы уцелели и мыши их, извините, не слопали, я делаю вот такой фокус-фокус. Беру горчичный порошок, его продают в магазине, и вот так обильно засыпаю своей луковицей. Ну и на тот случай, ежели вдруг пойдут сильные дожди или у меня порошок начнет терять свою остроту, и я засыпаю еще вот так вот сверху молотым перцем. Я вам гарантирую, что после вот таких вот нехитрых манипуляций мыши сюда даже не сунутся. Сверху я засыпаю тоже слоем песка. Сантиметров 2-3, не больше, но для того, чтобы просто прикрыть луковички. Песок нужен для того, чтобы процесс укоренения шел быстро, и если у вас будет большое количество влаги, например, будет слишком сырая осень, то песок будет способствовать тому, что ваши луковицы просто не замокнут. Еще раз их прижимаю и засыпаю грунтом. Через 10 дней, если будет сухая осень, я их полью. Если осень сырая, то мы ничего с ними не делаем, оставляем их в таком виде, в каком они есть. Обязательно отметьте место посадки, потому что когда мы приходим весной, мы уже забываем то, что мы посадили осенью. И чтобы быть уверенной в том, что ваши луковицы остались на месте, и чтобы туда по весне, ранней весной ничего не посадить, отметьте это место. И я вот так вот камушками для себя просто отмечаю место, что вот здесь у меня посажены тюльпаны. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok